всем привет сегодня я делаю обещанное мною видео краш теста до стойкой туши сегодня уже совсем весна прямо за окном так тепло поэтому у меня сегодня такой вот макияж прямо совсем сиреневый уже такой весенний вот значит участок в краш тесте будет тушь помогать мне будут две такие щеточки для ресниц и брызгалка с водой сейчас вы увидите как все будет происходить итак начинаем красить этой тушью ресницы на первый слой сейчас я сразу скажу про ее минус смотрите вот если доставать кисточку то на конце такая капля туши остается который никуда не деть и если я начать красить то все века измажется поэтому приходится такое гигантское количество туши смазывать просто ну вот на салфетку потому что от края тюбика нельзя тушь ну счищать это вредно вот ну итак начнем красить класс этой тушью я обычно крашу на два слоя потому что на первый слой она не очень себя проявляет после второго слоя результат видим гораздо лучше так все я накрасила первый слой а сейчас я вам покажу вот глаз уже накрашен а вот какие у нее ресницы если я их не крашу вот накрашены так приступим ко второму глазу первые будет пока сохнуть кстати эта тушь она довольно но видите какая фигня просто свисает с нее нет прям бесит эта тушь кстати довольно долго сохнет иногда будет просто иногда ждать приходится когда до конца наконец засохнет на ней еще на самом тюбике и в рекламе заявлен эффект объема но мне почему то кажется что в ней больше удлинение чем объема потому что ресницы делаются реально длиннее гораздо чем были накрашенные вот второй глаз накрашенный так сейчас мы немного подождем и я буду красить второй слой итак я накрасила ресницы на второй слой вы могли видеть это на фотографиях как поменялось какая разница произошла вот и теперь я хочу немного рассказать о том как я крашу нижние ресницы вообще я нижние ресницы почти не крашу или крашу очень редко или если все таки крашу то буквально с самого-самого края то есть больше чем на середину вот глаз зрачок как вы делите глаз напополам и больше чем внешняя сторона внешняя половина я не крашу вот и если мы все таки начинаем красить глаз с внешней стороны нижние ресницы нужно взять такую щеточку ну или любую другую щеточку как я показывала и вот эти нижние ресницы их как бы отодвинуть ближе к глазу потому что они как правило растут растут они нормально но они при моргании при ком-то умывании вот так почти параллельно выкладываются кожей глазу и их очень трудно прокрасть если в таком положении прокрасть то они будут выглядеть редкими некрасивыми если их вот так вот причесать то они сразу становятся такими но более пушистыми и их лучше заметно и теперь если когда мы берем тушь вот видите опять маленькая капелька на конце ее надо обязательно очень тщательно вытереть ну потому что красить мы естественно будем только вот этим самым кончиком вот такими движениями тоже как бы немного причесано и до этого ресницы делаются не просто как палки такие длинные торчащие как бы немного тоже закручиваются только снизу это выглядит красиво когда и сверху ресницы закручены и снизу как бы вот так закручены вот теперь приступим к самой главной части нашего эксперимента это краш тесту самое опасное что есть только для туши это вода поэтому я сейчас собираюсь прямо при вас брызнуть на глаз водой и посмотреть что же станет с тушью я конечно так боюсь кашмар всё кашмар Вы можете видеть что происходит с тушью tosse на этот глаз вода попала вообще прямо сильно струей на этот может попал но чуть чуть проверку водостойкости тушь конечно не очень поддержала потому что ресницы слиплись и вот смотрите если я моргаю пальцем то палец пачкается то есть это тушь все-таки не водостойкая и не объемная она все-таки больше удлиняющая и немного влагостойкая потому что если идешь по улице падает снег то снег как бы не нанесет вреда но если вы допустим летом ей будете красить и попадете в ливень то у вас будет то что у меня сейчас на пальце только вот тут если подольше походить или особенно если вы собираетесь красить этой туши в спортзал допустим в бассейн который может произойти такое неприятное происшествие а сразу делаю анонс я собираюсь делать еще одно такое небольшое треш-бьюти видео я буду сравнивать на моих руках на моих ногтях на одной руке лак за 15 рублей а на другой руке лак за 500 рублей и оценивать по моему 7 критериям и все это вам показывать с фотографиями все спасибо за просмотр пока а